США официально признали геноцидом убийство армян в Османской империи в начале 20 века. Таким образом, президент Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание. В своем заявлении он отметил, за десятилетия армянские мигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столько их предков к нашим берегам. Анкара не признает факт геноцида и настаивает на том, что события надо рассматривать исключительно как массовое убийство в отсутствии целенаправленной политики по уничтожению армян. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу заявил, что слова не могут изменить или переписать историю, и позиция Байдена основана исключительно на популизме. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение Байдена воодушевляющим и вдохновляющим примером для всех, кто хочет вместе построить справедливое международное общество. «Мы ждали этого долгие годы. Мы хотели этого еще до того, как Байден стал президентом. Обещания давали почти все. И Дональд Трамп, и те, кто были до него. И мы ждали. Думаю, что теперь Турция будет бояться, потому что в этом году или в следующем все страны признают геноцид. Все будут говорить об этом». 24 апреля в Армении и в мире вспоминают жертв геноцида. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал бороться с отрицанием геноцида армян. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в традиционном для этого дня послании армянскому патриарху в Турции сообщил, что чтит память армян, погибших в Османской империи в сложных условиях периода Первой мировой войны, и выразил соболезнования их внукам. В армянском национальном комитете Америки отметили, что заявление Байдена наносит удар по столетнему препятствованию правосудию со стороны Турции.